Сейчас я выбрал однократный облет, то есть они облетят все один раз и вернутся на базу. Можно поменять на патрулирование, то есть они будут постоянно. По сценарию пять беспилотников летают над полем, чтобы изучить площадь посевов. Пока это только симуляция, квадрокоптеры к компьютеру не подключены, программа работает в холостую. А вот это кадры реальных полетов. Группа из трех аппаратов кружит над полем с подсолнечниками, чтобы уточнить его границы. Территорию площадью в 420 гектаров изучали 8 часов. В результате создали 3D-модель полей и предоставили агрономам важные сведения. Первый наш выезд туда, нас первое, что попросили, это поехать на поле с подсолнечником и оценить, сколько поел там слизень подсолнечника. То есть мы туда приехали, облетели эту площадь, оценили сразу с помощью нашего портала площадь. Она оказалась там где-то 2,5 гектара. Это была уже полезная, ценная информация для агронома. Разрабатывать программу, которая может управлять Роем беспилотников, Денис Будаев и его команда начали в прошлом году. По их задумке оператор только ставит задачу перед аппаратами. Дальше машины работают сами. По каналу Wi-Fi общаются, обмениваются данными и передают сведения на компьютер. Подключить к системе можно хоть сотню беспилотников. В программе все равно. Согласно ей, если один аппарат выходит из строя, остальные перераспределяют его обязанности между собой. На это им требуется пара секунд. Это стенд генерального конструктора. Несколько экранов. Сейчас ситуация здесь моделирована. На этом экране отображается то, что видит в данный момент перед собой оператор. Здесь состав группы беспилотников. Их высота над землей, скорость и уровень заряда. А здесь мы видим, как могут общаться между собой квадрокоптеры. Какую задачу сейчас они выполняют. Пока разработчики могут изучать информацию с беспилотников только после полета. В планах сделать так, чтобы данные можно было получать в режиме онлайн и сразу анализировать. По словам Дениса Будаева, разработанная его командой программа может быть полезной в разных сферах. Когда счет идет уже на минуту-секунду, и нужно быстро посмотреть какую-то территорию и понять, есть ли там, например, пострадавшие. Есть ли там очаги задымления, лесные массивы какие-то. Акватории, опять же, какие-то пострадавшие. И плюс задачи, где нужен постоянный мониторинг. Разработкой самарских изобретателей уже заинтересовались в Министерстве обороны. В начале сентября авторы проекта поедут в Москву на Международный военно-технический форум «Армия-2016», где презентуют свою инновацию. Спектр применений на самом деле широк. Это и разведывательная операция, это и ударная операция, это спасение, это установление минных полей, заграждений, это развертывание сети, связи. Как мы считаем, это во многом увеличит боеспособность наших войск, подразделений и так далее. Чтобы инновационные проекты смогли стать полезными в крупных отраслях, разработчиков поддерживают на федеральном уровне. Программа Generation S существует 2013-го. За это время свои проекты во всех сферах представили тысячи изобретателей. В этом году одно из направлений курирует Самара. Тут есть за что бороться. Кризовой фонд, международные стажировки для победителей и прочее, прочее. На самом деле основной выгодой от участия в этом проекте может стать построение бизнеса с лидером в отрасли. То есть вот это самое главное, на мой взгляд. Все остальное, по сравнению с такой возможностью, это все мелочи. Разработка Дениса Будаева – один из самых ярких проектов Generation S в прошлом году. Всего было более тысячи участников со всей страны. В этом году программа представлена по восьми направлениям и только в Самару уже прислали около 300 заявок.